Носослезная, пальпебромолярная и среднесечечная борозда, потому что здесь три жировых компактмента и с возрастом увеличивается миграционная дистанция между ними. И когда мы говорим о волюметрическом моделировании возрастных пациентов, у которых это сместилось, недопустимо проводить объемное наполнение, потому что, извините за это слово, расползаются вот эти пакеты. И первое, что надо их сделать, их надо соединить друг с другом, их надо сократить вот эту миграционную дистанцию, их надо как нитью, вот этой гиалуроновой кислотой друг с другом нанизать в один каркас. Потому что если дать просто объем, даже незначительный объем, не сразу, но через очень непродолжительное время, формирует то, что вот эта депрессия, она усугубится. И вот все это сместится еще больше в нижней лице. Первым этапом всегда будет не ботулотоксин, а каркас, электорный лифтинг и армирование. Потому что если вы вот при этой ситуации, неважно, первая стадия, вторая, третья, если есть деформационный птоз, начинать надо корректировать с укрепления, а затем уже давать объемы, давать волюмизацию. И когда мы говорим первая стадия деформационного птоза, возможно рассматривать ботулотоксин как первым этапом. Но надо брать точки чуть выше, обязательно проводить мимическую пробу, просить пациента нахмуриться, просить пациента поднять брови, делать разметку топографическую с учетом вот этой мимической активности. И потом обязательно пальпаторно проверять себя. Пациенту на кушетке вертикально, максимально вертикальное положение, попросили погремасничать, поставили разметку, вспомнили, что мы сказали, вы видите и услышали жалобы, что вниз есть тенденция, поползло немного вниз. Соответственно, вы поставили разметку и на 1-2 мм чуть выше этой разметки. Прежде чем приступать к инъекциям, к пальпаторный контроль, что это такое? Вот вы нарисовали точки, поставьте пальчики свои на эти точки. Попросите пациента удивиться, либо нахмуриться, в зависимости от того, что вы смотрите, процерус, либо вы смотрите фронталис, и поставьте пальчики на эти точки. То есть почувствуйте пальпаторно, проконтролируйте, точно ли вы, вот вы пациент двигает, вот он сейчас уже отпустил, вот он так сильно выглядит, я могу это показать так, так, вот я поставила, так, держу или нет. И обязательно на 1-2 мм выше, чем вы нарисовали. Тогда у вас есть шанс, что поднимается мышца, натяжение мышцы происходит, и жировой компактмент, который уже, есть эта тенденция опускания, смещения ее вниз, за счет мышцы он поднимется вверх. Почему опускается? Потому что взяли точки так, как брали раньше, и расслабляя мышцы в объеме, становится больше, вот она не туда пошла, а она пошла сюда, и, естественно, она потянула еще больше вниз. То есть клинический эффект вы достигаете, то есть пациент не может двигательную активность никак продемонстрировать, но при этом эстетики вы как бы не добавили, а даже наоборот. Как правило, они это не украшают, когда нам все это смещается. Наша задача приподнять вверх, может быть, тут даже как раз вот хвостик брови чуть-чуть еще, если мы делаем ботулотоксин, чтобы приоткрыть, проработать круговую мышцу глаза, чтобы вот этот вот жировой компактный, который заранее обитает, чтобы его поднять чуть выше. Валерина Кеннина, а кольца Венеры для чем нужна? Ну, Ричи – это да. В принципе, можно очень аккуратно филлером, точечно-капельно пытаться, если кожа не совсем тонкая. Фиксируем кожу, поступательные вращательные движения. Не торопитесь, надо получить свободный доступ, чтобы глаз свободно в тканях продвигалось, чтобы тогда конюля легче. Вот сосудики близко, и не повредили, не попали, а все равно то, чтобы в любую школу – это есть риск. Вот и все. Первый сантиметр под 90-е фили. Дальше перехватываем, натягиваем до конца. Перехватили, а локт должен быть выше. Фиксируем ткань, приподнимаем конюлю, она не должна по коже. Видно за рукой, за моей? Девочки, можете за плечо, вот сюда идите, встаньте, лучше будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok